Давай посмотрим, поможет ли нам осмыслить то, о чём мы тут говорим, мысленная картинка. Хочу предложить тебе метафору, и ты потом сможешь пользоваться этой метафорой всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно понять, что это не самостоятельная истина, но всего лишь метафора. Это не описание существующего положения дел, но всего лишь образ. Однако метафоры бывают исключительно полезны, когда положение дел сложно объяснить понятными тебе словами, или когда оно вообще не подлежит объяснению при помощи слов. Метафоры, подобно притчам, помогают постичь непостижимое. Вот почему к ним прибегали все великие учителя. Поэтому давай назовём это чудесной метафорой. Хорошо, давай. Итак, ты вообразил, будто для счастья и даже для выживания тебе многого не хватает. Ты всё это выдумал. Нарисуй в своём воображении красивое, круглое, сочное, красное яблоко. Назови это яблоко временем, а внутреннюю часть яблока – пространством. Мне сложно думать о внутренней части яблока, как о пространстве, поскольку там слишком много плотной материи. Если бы ты видел, сколько материи содержится в том, что вы называете космическим пространством, у тебя бы не было никаких сложностей. Пропорционально молекулы нашего воображаемого яблока отстоят друг от друга столь же далеко, как объекты из плотного вещества в космосе. Ладно. А теперь вообрази, что ты очень-очень маленький микроб. Маленький, но тем не менее очень деятельный, который движется по туннелю в этом яблоке. Стенки туннеля из нашей метафоры – это коридоры времени. На этих стенках есть метки, отмечающие каждый миллиметр и отличающие каждый миллиметр туннеля от всех остальных. Можешь вообразить этот временной туннель со множеством меток? Да, я вообразил. Хорошо. А теперь обрати внимание. Когда ты движешься через этот туннель, время не идет. Это ты проходишь сквозь время. О, Боже, я увидел. Ты говорил об этом раньше, но увидел я только сейчас. Эта мысленная картинка стоит тысячи слов. Она дает очень неожиданный взгляд на вещи. Полный концептуальный переворот. Задержи этот образ. Постарайся увидеть, что время никуда не движется. Время стоит на месте. Оно статично, стабильно, стационарно. Оно всегда пребывает в неподвижности. Где бы ты ни был во времени, это всегда сейчас. Путешествуешь именно ты. Ты движешься через время. Ладно, понял. Я удерживаю этот образ. Я двигаюсь через время. А теперь вообрази, что микроб, который есть ты, это часть яблока. Прошу прощения. Вообрази, что ты крохотная частичка. Атом, если желаешь, этого яблока. Таким образом, ты движешься через самого себя. Понял? Ну, да. Полагаю, понял. Ты атом яблока. Частица самого себя, движущаяся через себя. В таком случае можно сказать, что ты яблоко атома. Остроумно. Необычайно остроумно. Я пытаюсь использовать образы и слова, которые помогли бы создать в твоем воображении устойчивую картинку. У тебя получается. Хорошо. Итак, ты движешься от внешней поверхности яблока внутрь. От внешних границ я к самым сокровенным глубинам. Можешь себе это представить? Да. Это твое путешествие через жизнь. Отметки на стенках туннеля показывают, где ты находишься. Эти отметки представляют собой картинки, и каждая картинка отмечает тот или иной момент. Каждый момент подобен снежинке. Во всей вечности не сыскать двух одинаковых. Ты смотришь на картинки, мимо которых проходишь. Сосредотачиваешься на них. Так и двигаешься по туннелю, глядя на картинки, одно за другой. Наконец, ты приходишь к центру яблока. Это та цель, к которой ты двигался изначально. Конец данного этапа твоего путешествия. В некотором смысле я в этот момент умираю. Ведь именно тогда я умираю? Да. Ты умираешь в этот момент. Ты прошел через физический мир и достиг сердцевины этой сферы, которая объемлет все время и пространство. Это центр циклона, мертвая точка. И снова остроумно. И там я остаюсь навсегда укутанный теплом сердцевины. Нет. Там тебя ждет определенный опыт. Частично я его уже описал и еще буду описывать позже. Затем выходишь из сердцевины и направляешься к противоположному внешнему краю пространственно-временного континуума. На другую сторону сферы. Так ты достигаешь другой стороны. Другая сторона. Но, конечно, интересная метафора. А ладно, и что же меня ждет на другой стороне? Иная реальность. Насколько иная? Совершенно иная. Настолько иная, словно яблоко превратили в апельсин. Именно это мы и называем духовным царством. И сравнивать его с физическим миром все равно, что... Не говори, я знаю. Все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами. Видишь, я понемногу обучаюсь твоим играм слова и образы. Молодец. Очень хорошо. Играй идеями. Играй с ними. Пусть это никогда не превращается для тебя в работу. Играй идеями и жизнью играй. А еще играй с другими людьми, пока ты здесь. Научись играть хорошо. Я отослал тебя в сад богов и дал целый мир для игры. Я сделал этот сад достаточно щедрым, чтобы всем всего хватало. Никто не должен голодать, а тем более умирать от голода. Никто не должен испытывать недостатка в одежде или в крови. Всего для всех достаточно. А кроме этого, ничего и не требуется для того, чтобы играть хорошо. ничего больше не требуется для великолепного постижения того, кто ты есть. ты вообразил, будто для счастья и даже для выживания тебе чего-то не хватает. Ты все это выдумал. Приблизившись к смерти, ты поймешь, насколько мало все это значит. Все. в момент выхода из физической жизни, ты поймешь, что бороться было не за что. И тогда твоя долгая борьба закончится. Ты можешь прийти к этому осознанию когда угодно и закончить свою борьбу в любой момент. Данный опыт доступен не только в момент смерти. Если присмотришься пристально, то заметишь, что каждый день твоей жизни изобилует маленькими смертями. И ты можешь использовать любую из них в качестве отправной точки для этого осознания.